Основным мерилом крымского прогресса в интервале между визитами вице-премьера Марата Хуснулина на полуостров является открытая трасса Таврида. Хотя она далеко не конец продолжительного пути, при этом темпы освоения дорожных денег в регионе. В этом году вице-премьер уже сейчас назвал высокими, а уже летом на ремонт старого и строительство нового дорожного полотна для Крыма будут запрашиваться дополнительные финансы. На строительство съезда в Таврида у региона еще есть два с половиной года. Дороги – лишь один из предметных интересов вице-премьера России в Крыму. Как и в прошлый раз, выводы Марат Хуснулин сделал по трем направлениям. Одно из ключевых – отчет для Владимира Путина по привлечению денег в экономику. Сумма, озвученная президентом еще в начале весны, свыше триллиона рублей. В период с 2022 по 2025 годы. Мы посмотрели ход реализации ФЦП всех объектов, в каком состоянии находится каждый объект. И рассмотрели ключевой вопрос – это по поручению президента увеличение объема привлеченных инвестиций. Очень подробно по каждой отрасли, где за счет чего можно будет привлечь дополнительные инвестиции. Однако ключевой вопрос – вододефицит. Ситуацию на глаз Марат Хуснулин оценил, осмотрев Бестерек-Зуйский водозабор с водоводом до Симферополя, где на данном этапе обвязывают свежепробуренные скважины. То есть при запуске этого водозабора получится Симферополь обеспечивать круглосуточно, даже без поверхностных источников. При этом мы сегодня с поверхностных источников водохранилища поднимаем около 50 тысяч кубометров воды, ежесуточно, плюс там потери, там около 60 тысяч накопленного объема. Сегодня там около 15 миллионов, нам пока на год стабильно, это даже без притоков хватит. Проблема будет решена в ближайшие годы, но необходимо искать дополнительные источники. Например, на дне Азовского моря, а посредством бурения скважин. Еще одно оружие в противостоянии с обезвоживанием, снижение потерь водоподачи в существующей системе. Ну, надо прямо сказать, что последние там десятилетия водоснабжения региона деньги не вкладывались совсем. Износ труб под 90%, просто трубы дырявые. Если мы их максимально быстро, значит, сможем заменить и починить, я думаю, что уже часть проблем с водой будет решена. Строительство опреснительной установки для Крыма вице-премьер назвал крайней мерой. Решение по ней еще не принято. Марат Хуснулин поддержал ряд местных проектов по решению проблемы, среди которых переброска воды из водопадов под Ялтой, в Счастливинское и Зареченское. А водохранилище цена этого вопроса порядка 700 миллионов рублей. Еще один вывод. Не пострадает в свете долгоиграющей проблемы курортный сезон. Санатории, то есть в данном случае все оборудованы ямкостями, все знали об этом заранее. То есть в санаториях вода будет круглосуточной, при этом не за счет жителей, за счет потребления, а за счет внутренних резервов ямкостей и бурения скважин, соответственно. Поэтому курортный сезон тоже должен пройти однозначно комфортно, но еще раз, без ущерба для местных жителей. Местные жители в этом случае не пострадают. Украинское содействие в вопросе обеспечения Крыма водой не обсуждается, выразил уверенность российский вице-премьер. Перекрытие Северокрымского канала соседним государством Марат Хуснулин назвал геноцидом. В конце прошлого месяца в Крыму огласили точную цифру ущерба, нанесенного полуострову водной блокадой. Она составила чуть менее полутора триллионов рублей. Тарас Брезицкий, Рамазан Аливапов, телеканал Миллет.